Хоба! Привет, с вами доктор Влад. Ну, новостей сегодня было очень много, да? И вместо полуденных новостей я, пожалуй, закину ролик из моего платного канала. Называется он «Основные сведения о лотерее Гринкарт», рассказывает моя жена. Вот, этот ролик я, значит, когда мы его записали? В октябре где-то. 27 октября, ну, как раз октябрь, ноябрь, декабрь, январь, сейчас уже февраль. Три месяца прошло. Вот, я его выкладываю, тем более, что уже скоро весна, а потом лето и осень. И вот как раз осенью подают на Гринкарт. И у меня жена вот так рассказывает об этом, обо всём. На платном канале его посмотрели очень хорошо. Ну, я думаю, что и вы тоже посмотрите. Я думаю, что это будет полезно. Вот, лотерея Гринкарт работает, ребята, работает. И здесь я видел несколько человек, которые выиграли Гринкарту, даже подружка моей жены там одна. Вот, и причём у них вообще-то получилось совершенно так крышесносяще. Я опять это слово произношу. Выиграла она и выиграла кто-то из её семьи тоже. Вот они подавали порознь, да? Вот, ну, я тоже всегда советую, чтобы подавали муж отдельно и жена отдельно. И шансы в два раза. Вот, а у них так получилось, что и те, и те выиграли. Вот, ну, они, естественно, приехали сюда, в Чикаго, и здесь живут. Вот, попробуйте. Во всяком случае, это ничего вам не стоит. Это же бесплатно всё. Вот, ну, а шанс всегда есть. Почему же не сыграть в лотерея, если она бесплатная, правильно? Вот, ну, и не забывайте, есть много других путей, чтобы смотаться куда-нибудь, не обязательно в Америку. Ну, вот так. Смотрите, короче, и я с вами прощаюсь, и ролик ставлю. Пока. Хубак. Привет, с вами доктор Влад. У нас 12 градусов, даже больше, 12,5, жара такая. Я маленько поковырялся на огороде, там убираю всё последнее, там опиливаю, дерево опилил, всё. Ну, это ладно. В общем, это начало будет ролика большого, значит, с Татьяной, я с ней. Мы долго спорили вообще, что ей говорить, да? Вот, и сошлись на том, что в основном в России люди мало разбираются в том, что такое вот лотерея грин-карта, открывают сайт, вот, и закрывают его. И вот Татьяна тоже открыла сайт, значит, перевела оттуда, значит, что можно на русский язык, и сделала такой небольшой файлик, да? И, собственно, она только оттуда вот всё это дело прочитала, вот, ну, коротенько, да, объяснила, что и как, да? Вот, значит, вы этот ролик посмотрите. Прямо сейчас вот он пойдёт для обычных зрителей обрезанной, а для платного моего контингента, для платного канала целиком и полностью. Вот этот ролик, ну, как обычно, с машиной, там, да, вид из машины. Вот, а в конце я прилепил, значит, большую, такую большую ссылку, значит, большими буквами в смысле, ссылку на тот сайт, вот он один-единственный, ребята, вот туда зайдёте, да, и там всё оформляйте, и помните, что до 5 ноября, значит, принимаются документы. Вот, так что я рекомендую вам поспешить, если вы хотите поучаствовать в лотерею Гринкарт. Всё, я с вами прощаюсь, сейчас я, значит, ещё этот ролик поставлю в начало, потом весь ролик с Татьяной, и в конце, значит, вот эта вот ссылочка на лотерею Гринкарт на официальный сайт. Всего хорошего, и я тоже вам пожелаю успехов. Пока! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сейчас Татьяна вам, это Влад и Таня, сейчас Татьяна вам расскажет про лотерею Гринкарт, вот всё, что она знает, и, в общем-то, я надеюсь, что будет много полезного. Таня, поздоровайся с нашими зрителями. Здравствуйте! Сегодня я хотела рассказать о том, что если кто-то из вас хотел бы поучаствовать в лотерее на Гринкарту, ну, что такое Гринкарта, это вид на постоянное жительство в Соединённых Штатах, то лотерея сейчас открыта. Значит, это лотерея на 2020 год, но оформляются документы на неё сейчас, и она была открыта, регистрация 3 октября, вот, и закроется 6 ноября в 12 часов дня. Поэтому, если кто-то хочет, он может это зарегистрироваться. Зарегистрироваться на веб-сайте, Володя вам даст линк, как туда зайти, потому что, если я буду вам говорить по-английски, этот линк вы ничего не поймёте. Он длинный и достаточно сложный. Вот, ну, на русском языке там нету регистрации, вот, поэтому, чем идти в какое-то агентство, которое у вас всё это оформляет, и там вы платите тысячи и тысячи, не знаю, долларов, рублей, или чего, какой-то ещё валюты, то это неправильно, это потому что это совершенно бесплатно, вот, и лучше это делать самим. Если вы не можете это делать по-английски, вам легче взять какого-нибудь, там, за 20 долларов, какого-нибудь переводчика, который посидит с вами 10-15 минут у компьютера и поможет вам это сделать. Вот, это несложно и много времени не занимает. Значит, всё, что там нужно. Там нужно ввести такие свои данные на всех членов семьи, значит, имя, фамилия, отчество, так как в вашем загранпаспорте, потом пол, мужчина вы или женщина, значит, дата рождения на всех членов семьи, значит, город, где вы родились, страна, в которой вы родились, вот, и фотографии, фотографии должны быть цифровые, 600 на 600 пикселей на белом фоне, только лица и смотреть прямо в камеру, вот, и можно эти фотографии сделать на телефоне и потом обработать фотошопом, если вы всё это не можете делать, можете сфотографироваться в ателье как на паспорт и попросить их, чтобы они вам на флешку это сохранили и просто вы эту флешку вставите и фотографии туда перенесёте. Вот, потом надо данные о вашем адресе, то есть ваш почтовый адрес, страна, где вы проживаете сегодня, вот, ваш номер телефона, но номер телефона это не обязательно, можно дать, можно не дать, обязательно адрес вашей электронной почты, потому что туда информация будет приходить, вот, и ваш высший уровень образования, значит, самый низкий уровень образования, это то, что вы должны закончить школу, что у вас есть диплом, не знаю, свидетельство об окончании школы, если есть дальше какое-то обучение, значит, другие дипломы по окончании техникума или института и так далее, значит, вы должны это тоже указать, но там не надо указывать, что вы конкретно закончили, просто надо указать, что у вас это есть, вот, и настоящее семейное положение, состоите ли вы в браке, или вы одинокий, или вдовец-вдова там и так далее, и так далее, вот, вот, вот и всё, и там никакой особенной такой информации не требуется, так что вот это вот, желаю вам удачи, чтобы получить, выиграть эту лотерею, так что если есть такое желание, можете приступать, не затягивайте с этим, если вы хотите это делать, потому что 6 ноября в 12 часов дня это последнее время, но обычно в последние 24 часа там на этот веб-сайт бывает не пробиться, потому что все люди до последнего, как говорится, сидят, 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 последнюю минуту опомнятся и начинают регистрироваться, и веб-сайт бывает перегружен, он может просто не загрузиться. Ну, удачи вам, если какие-то вопросы, пишите на почту к Володе, и по возможности мы ответим на ваши вопросы. Спасибо, до свидания. Спасибо большое.